Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Сегодня 7 мая. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите в ближайшее время. Расширение полномочий. Чиновники Анапы получили право выписывать административные протоколы. Анапа вошла в Новороссийскую епархию. В город-курорт с архипастерским визитом прибыл епископ Новороссийский и Геленджикский феогност. Срочный ремонт. Мост в устье реки Анапка временно перекрыт. Там идет ремонт деревянного настила. Об этих и других событиях подробнее. Сотрудники администрации получили право выписывать протоколы по административным правонарушениям. Такое решение одиногласно приняли сегодня в ходе сессии анапские парламентарии. Подробности у Вадима Родина. Замглавы Алексей Харитонов внес это предложение на сессию и уточнил, за какие именно правонарушения должностные лица могут составлять протоколы. Нарушение правил содержания собак, кошек, нарушение порядка сбора, вывоза, утилизации, переработки твердокутовых отходов, нарушение правил логоустройства, установленных органами государственной власти, совершение действий нарушающих тишину и покой граждан, нарушение порядка перевода нежилых помещений в жилые, неосторожное повреждение тротуарного покрытия, тротуарной плитки или бордюрного камня. Также решением Совета вступил в силу полный запрет на движение транспорта в пределах береговой полосы, водоохранной зоны водного объекта, пляжей. Разрешено использование только специального транспорта, занятого на уборке пляжных территорий. Машинам и квадроциклам теперь запрещено передвигаться в зоне Анапских пляжей. Начальник Терезберкома Сергей Старостин отчитался о выделенных на проведение досрочных выборов в средствах. Всего было израсходовано порядка 5,5 миллионов рублей. Главный казначей курорта Евгений Царев доложил об изменениях в бюджете на 2013 год. 45 миллионов рублей поступили из краевого бюджета, большая часть которых пойдет в виде поощрительных выплат работникам культуры по 3 тысячи рублей. Также на 21 мая назначены публичные слушания по исполнению бюджета за 2012 год, в котором Анапа пополнила федеральную казну более чем на 3 миллиарда 230 миллионов рублей. 22 сентября во время празднования дня освобождения Анапы всем имеющим к этому отношение будут вручены памятные медали и нагрудные знаки. Сружеников Трудового фронта, а также граждан, обеспечивающих своим трудом краеведческой и поисковой деятельностью, военно-патриотическое воспитание сограждан, уиколечения подвига советского народа, великолепестного имени, сохранения пропаганды героического наследия. А на доме по адресу Владимирская, 5, будет установлена мемориальная доска памяти Кочмала Виктора Ивановича, председателя исполкома Анапского горсовета народных депутатов с 1964 года по 1983. Такие решения были приняты сегодня на сессии Совета депутатов. Вадим Родин, Александр Кореневский, Игорь Куршаков, Анапрегион. В Москве на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла было принято решение образовать на Кубани 5 епархий с целью развития епархиальной деятельности. Сегодня в Анапу прибыл архимандрит Феагност, который был избран на заседании Священного Синода епископом Новороссийским и Геленджикским. На праздничной службе побывала Светлана Вилова. В храм Святого Ануфрия Великого с архипастерским визитом прибыл епископ Новороссийский и Геленджикский Феагност. Вместе с представителями духовенства Анапского района он совершил Божественную Литургию, главный из общественных богослужений, во время которого совершается Таинство Пречащения, именуемое Евхаристией. Отныне Екатеринодарская и Кубанская епархия состоит из пяти частей. На территории Кубани более пяти миллионов человек. С целью развития приходской и епархиальной деятельности, активизации просветительской, молодежной и социальной работы на Священном Синоде было принято решение создать на Кубани четыре новых епархий. Теперь на территории Краснодарского края их будет пять. Новороссийская, Армавирская, Ейская, Тихорецкая и Екатеринодарская. Вместе они образовали Кубанскую митрополию, главой которой стал митрополит Исидор. Она повошла в Новороссийскую епархию. 12 марта этого года на заседании Священного Синода Феагност избран епископом Новороссийским и Геленджикским и был возведен сан Архимандрита. Призри с небесе Божий и виш, и посети виноград сей и утверди. При непрерывном трезвоне верующие совершили крестный ход вокруг храма, который знаменует собой шествие церкви навстречу Спасителю. В Божественной Литургии приняли участие мэр Анапы Сергей Сергеев и председатель Совета депутатов города-курорта Леонид Кочетов. Я приветствую вас, уважаемый Сергей Павлович. Приветствую вас, уважаемый Леонид Иванович. Вы трудитесь в городе очень хорошо. Я часто бывал в нашем городе и всегда с радостью. Вы действительно живете и работаете для людей. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы посетили нас, за то, что уделили внимание, провели Божественную Литургию. Хочу доложить и сказать, что на территории города-курорта сегодня действует 11 храмов. И есть у нас еще 12 часов. Сейчас из них расположены на территории санаторно-курорта, учреждений. Хочу всех анапчан поздравить с праздником и попросить вас, владыка, молиться о нашем благополучии, о развитии нашего города-курорта. Настоятель храма Святого Ануфрия Великого, отец Вектор, поблагодарил владыку за архипастерский визит и преподнес ему в дар пасхальное яйцо, как символ веры и победы жизни над смертью. Как и положено в праздник Пасхи, епископ Новороссийский и Геленджикский, а также мэр Анапы и представитель Совета депутатов города-курорта похристосовались, пожелав друг другу мира в душе и благополучия. Светлана Авилова, Роман Карпов, Игорь Кушаков, Анапа-регион. В городском театре Анапы прошла благотворительная акция «Вместе поможем детям». Она проходит на Кубани с 2008 года по инициативе губернатора Кубани Александра Ткачева. В рамках проекта уже получили помощь тысячи кубанских детей, в их числе немало анапчан. В акции принял участие и наш телеканал. Подробности в сюжете. Телеканал Анапа-регион на протяжении всей акции рассказывал о больных детях, нуждающихся в оказании помощи, и талантливых ребятах, которым нужна материальная поддержка, чтобы дальше развивать свои музыкальные способности. А в день завершения акции исполнили сокровенные желания 46 юных анапских ребят. Делились добром и щедростью депутаты, руководители здравницы предприятий коммунального хозяйства, торговли и общепита, структурные подразделения администрации, неравнодушные анапчане. Благодаря материальной помощи у ребят появились дорогостоящие инвалидные кресла, музыкальные инструменты и наборы художника. Дорогая Марина, я понимаю вас, не надо, а то еще и вместе заплачивать. Сегодня у нас должны быть только слезы радости. Наше предприятие выделяет вам 115 тысяч рублей на приобретение этой коляски. Лауреатами, дипломантам всевозможных творческих конкурсов, ребятам с ограниченными возможностями из клуба «Дорога добра» подарили новые сценические костюмы. А председатель совета города-курорта Леонид Кочетов вручил руководителю Людмиле Комарова средства на покупку тренажера-вертикализатора для ее сына. Многие из тех, кто выходил на сцену, не могли сдержать слез, но это были слезы радости. Та коляска, которая сейчас есть, она уже балладом дышит, можно сказать, уже не раз сломалась. И каждый раз, выходя на прогулку с двумя колясками, я думаю, дойду ли я домой. И спасибо огромное вам, что мне не нужно больше будет об этом думать. Акция на самой высокой ноте преподнесла одаренным детям Анапы музыкальные инструменты, в которых так нуждались ребята. Поздравляю Иваню Анатольевичу Аберстунину. Хочу, чтобы он на этой новой своей балалайке достигал больших успехов. И, Ваня, чтобы ты заткнул за пояс этого горбачева. Был лучший его! Призеру международного конкурса Зейнуру Лугуманному вручили сертификат на покупку фортепиано. Алина Снегирева была в восторге от подаренной домры. А Владимир Чугунов получил в подарок от главы курорта Сергея Сергеева новый аккордеон. Пока продолжалось мероприятие, продолжал идти сбор средств. За время благотворительной акции было собрано 916 тысяч рублей. Их получат нуждающиеся в помощи маленькие анапчане. Алина Гумерова, Роман Карпов, Игорь Куршаков, Анапа. Регион. Сегодня начался ремонт моста через речку Анапка, который уже порядком износился. Деревянный мост временно перекрыли для прохода, но невзирая на предупреждающие знаки, анапчане и гости курорта пользуются привычным маршрутом. Время и природные факторы не пощадили мостик через Анапку. Нижний ярус пришел в негодность. По словам старожил, это произошло после того, как по нему на пляж проехали несколько человек на квадроциклах. Основание моста из-за контакта с соленой водой тоже в опасном состоянии. По словам ремонтников, выдержит железный каркас максимум пару лет. Потом придется строить новый. В этот сезон обновленный мост будет функционировать, а вот в дальнейшем, видимо, его придется капитально отремонтировать предпринимателям, осуществляющим торговлю в курортной зоне. Им песня «Жить помогает». Именно так говорят об анавском ансамбле «Сударушка» – почитатели его таланта. Участницам коллектива от 65 до 85 лет. Певуни не любят сидеть дома, смотреть сериалы и обсуждать последние новости на лавочках. Они выступают на концертах, даря своим творчеством зрителю радость. В репертуаре много академических вокальных произведений, русских народных песен, а также песен кубанских композиторов. С творчеством старшего поколения познакомилась наша съемочная группа. «Утром рано выхожу я в поле, где туманы ростные сошлись, ветерок гуляет на разгоне, в облаках услышат журавли». Вокальный ансамбль «Сударушка» во время исполнения песен демонстрирует лучшие стороны человеческого характера, сердечную любовь к России, внимательное отношение к истории, чуткость, бескорыстие. Поэтому коллектив давно заслужил уважение и любовь ценителей хорового искусства в нашем городе. «20 лет наша сударушка пользуется успехом у наших слушателей. Все ее знают, а особенно вот даже наши внуки, дети с удовольствием ходят на наши концерты». 20 лет назад совсем юной Елена Рудакова пришла работать в городской дом культуры. Она-то и взяла под свое крыло сударушек вместе с одним из лучших концертмейстеров Анапы Александром Кудымовым. «Мне очень понравились женщины, с которыми я стала общаться. Они умели уже петь, у них был небольшой репертуар, поэтому мне было очень легко с ними работать». Изначально сударыни-барыни пели казачьи, русские народные песни. Елене Александровне пришлось из народников создавать академистов. «У них был стиль кубанские песни, а я по своему образованию закончила Краснодарский государственный институт культуры. Я академист. Я их, конечно, и расслевала, и давала песни, то есть академического стиля». Ансамбль за период 20-летней творческой деятельности выступал на разных сценических площадках города и района. В репертуаре – произведения советских композиторов, романсы, народные песни. С юбилеем коллектив поздравили художественный руководитель гортеатра Наталья Сироседи и зав. культурно-массовым отделом Светлана Понаргина. «Вы продолжаете, поете и несете именно это творчество в массы. Просто заражаете и остальных в городе. Вас за это и любят, потому что вы очень мобильные, вы очень собранные, и на вас одна, как говорится, надежа». Виновников торжества также пришла поздравить и бывший директор городского Дума культуры Наталья Лемешевская. Именно во времена ее руководства родился этот коллектив. «Я бы хотела вас всех поздравить, поблагодарить за то, что вы верны и этому коллективу, и Лене, и поздравить вас с тем, что вы еще жаждете и можете». Пивуньи не представляют свою жизнь без песни, поэтому на протяжении многих лет ходят на репетиции и концерты регулярно. Раиса Уральская, например, солистка коллектива, в Сударушках поет уже 12 лет. «Мы как дома, большая семья, у нас такая красавица Леночка, наш руководитель, заводит нас, много песен научила петь, учит нас, учит». На день рождения принято дарить подарки, а в юбилей – юбилейные медали. Ими-то и были награждены Сударушки, каждая в своей номинации. 20 лет – это только некая часть жизненного пути. Впереди у ансамбля «Сударушка» еще много концертов, конкурсов и, конечно же, побед. Светлана Авилова, Роман Карпов, Анапа-регион. Завтра в Анапе состоится историческое событие – открытие стеллы «Город воинской славы». Напомню, что почетное звание наш город получил два года назад, когда президентом России был подписан соответствующий указ. Во всех городах воинской славы в Россию устанавливаются памятные стеллы. Анапа – не исключение. 8 мая новчане и гости курорта приглашаются в сквер за Центром культуры Родины, где пройдет торжественное открытие стеллы «Город воинской славы». Церемония начнется в 11 утра. Также завтра вечером в Анапе состоится традиционное факельное шествие. Оно начнется от сквера «Боевой славы» и пройдет до морского порта. Все желающие принять участие в факельном шествии, памяти, приглашаются к вечному огню к 20 часам 30 минутам. На этом все. После короткой рекламы прогноз погоды на завтрашний день, который выходит при поддержке партнеров стоматологической клиники «Визит». Реклама пройдет быстро, не переключайтесь. Дентальная имплантация – это вживление искусственных имплантатов для протезирования зубных рядов. И, соответственно, не во всех случаях возможны эти имплантаты вживить. Предварительно производится формирование альвеолярных отростков по типу костной реконструктивной пластики. Диагностика проходит на единственном в Анапе конусно-лучевом компьютерном томографе. Анапа, улица Ленина, 141. В среду 8 мая в Анапе сохранится солнечная погода. Температура воздуха в дневные часы 18-20 градусов тепла, ночью около 16. Ветер северо-восточный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 16 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300.